Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok 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 Спасибо, Амира Сергеевна. Вопросы? Амира, ответьте, пожалуйста, для всех на тот вопрос, ответ на который я не знаю, потому что я вас уже об этом спрашивала. Как соотносится редактирование «Жития Льва Танского» с редакциями пролога? Скажите, пожалуйста, каков литературный конвой? Понятно, что в Софийском прологе проложены статьи, а в остальных рукописях? Амира Сергеевна, про Дмитрия Ростовского. Вы там указываете, типа, три... А зачем вам три списка? Это же все 1695 год? Вот я понимаю, издание. Ну, а там издание, да, просто разные издания, да, а текст как бы не менялся, да, но в любом случае вам... В любом случае вам надо обратить внимание только на два издания. Это 1695 года, которое прижизненное издание, то, что было сделано уже в начале 20 века под редакцию Ключевского. Если там какие-то изменения есть, а так и... ...издание у Дмитрия Ростовского, да. А еще такой вопрос. Вы сказали, что Александр Михайлович Державин выявил, да, что помимо краткой редакции, которую он взял в акта санктором, да, текст у Дмитрия был дополнен службой, да. Службу эту он взял тоже из того, что вы приводите в акта санктором, или все-таки это какой-то другой... Вы там привели, что показывали, что вы там в акта санктором, у вас после двух редакций там идет у вас что-то рапарь и что-то еще, да, какие-то гимнографические два текста было. Так он вот это воспользовался тем, что было опубликовано в акта санктором или каким-то другим материалом оригинальным отечественным? Спасибо. Тогда получается, что он взял в акта санктором, значит, он все это взял в акта санктором. Амира, интересно, он скопировал... Проверьте потом... Так, это мой двойник. Проверьте потом, Дмитрий Ростовский скопировал прямо маргиналии акта санктором или это его маргиналии? Вот проверьте, пока не отвечайте на этот вопрос, убедитесь. Будут ли еще вопросы? Спасибо, Миря Сергеевна. Слово для следующего доклада предоставляется Артуру Андреевичу Нашербанову. К вопросу о происхождении сюжета о приходе Марфы в Рим в славянских литературах. Всегда считала очень важным общение между разными школами, в том числе между Новосибирской, Московской и вот особенно Петербургской, конечно, школами. Поэтому мой доклад будет посвящен сюжету о приходе Марфы в Рим, который рассказывает о путешествии Марфы, сестры Лазаря, в Рим, жалобы императору Августу. Мироносец рассказывает о чудесах, совершенных Христом и о неправедном суде Пилата и Иудеев над Спасителем. Август посылает Марфу и слугу своего капсов в Иерусалим за свидетелями чудес, соделанных Христом, сотником Логином и воскрешенным Лазарем. Ход сотника в здание вызывает землетрясение в дворце Кесаря. Август узнает из испуганного Логина, что причиной землетрясения является то, что на сотника надета богатканная риза. Восхищенный могуществом Иисуса, император сетует, что у него нет возможности получить исцеление своему недугу – язве на носу. Марфа призывает императора перекрестить свою болезнь и воззвать Бога. Он получает исцеление от своего недуга и принимает христианство. Разгневанный Август казнит Пилата и разрушает Иерусалим, рассеивая евреев по всей Имской империи. Безавшего же пустыню первосвящения, как Аяфу, Кесаря застреливает чудесным образом во время охоты. Извините, не громко, а вот так нормально? А, извините, а так нормально? А, просто... А, вот так вот, да, нормально? Хорошо, конечно, спасибо большое. И застреливает чудесным образом во время охоты на оленя. Настоящий сюжет стал основой для нескольких произведений литератур слави-ортодокса, самым ранним из которых является сказание о приходе Марфы в Рим. Самый ранний список его датируется к концу XIV-1915 века. Среди исследователей нет единого мнения о том, является ли это памятник переводом или оригинальным сочинением. Так, Иван Якович Порфеев в печатном описании Соловецкого монастыря, предполагает, что сказание является переводным памятником, ссылаясь на список древнегреческого апокрифа «Парадосис Пилату», опубликованное Андреалосом Бирхом во «Ухтариум кодицу с апокрифи» в Абрициане. Также Михаил Нестерич Спиранский в своей классической монографии «Славянские апокрифические евангелия» «Шталшское сказание» — это перевод неизвестного греческого апокрифа. Современные исследователи, впрочем, рассматривают сказание как самостоятельное слоянское произведение, оригинальное. Например, Фрэнсис Томпсон определяет сказание как компиляцию, основанную на «Нафоро Пилату», «Парадосис Пилату» и «Искриптум Тибеи», со значительными фантазийными прибавлениями. Это цитата была Фрэнса Томпсона. Анатолий Аркадьевич Туиров также склоняется к тому, что сказание — это оригинальное слоянское сочинение. Также неясным является и то, к какой литературной традиции, к какому литературному аяопе надлежит оригинал сказания — к восточному или западноевропейскому. С одной стороны, очевидна связь сказания с греческими апокрифами, входящими в так называемый пилатов цикл. Например, Михаил Нестерич Спиранский отмечал, что и сказание, и ответное послание Тивея к пилату восходит к одному источнику, впрочем, по-разному употребленному. С другой стороны, и Парфиев, и Спиранский, и Юрий Поливко, и Малгарзатор Скавроник, и другие исследователи указывали на схожесть сказания с латинскими апокрифами об исцелении императора Тибея, платом Вероники, жены кого-то Чивой. Возможно, что пролить свет на проблему генезиса сказания поможет рукопись сербского происхождения из библиотеки Государственного исторического музея собрания Алексея Ивановича Хлудова, номер 241. Сам манускрипт впервые был введен в научный оборот Андреем Николаевичем Поповым, относивший сборник в XVII веке в своем печатном описании. О самом наличии списка сказания внутри сборника было впервые отмечено Александром Ивановичем Мецемирским в его монографии «Апокрифы и легенды» 1915 года в приложении. А также исследователь предложил новую датировку манускрипта около 1451 года на основании пасхалии, который находится внутри сборника, что выдвинуло список в ряд самых ранних датированных, самых ранних списков сказаний. Также эту датировку, предложенную Александром Ивановичем, впоследствии подтвердил Анатолий Аркадьевич Туилов. Таким образом, это один из самых ранних списков. Более ранним является только список из собрания Библиотеки Академии наук, собрания Александра Ивановича Ицемирского под номером 90 или старых шифр на 16, который, согласно датировке Анисавы Мелтеновой, относится к концу 14-го, начало 15-го века. Список из собрания Государственного исторического музея сохранился не полностью. В него отсутствует начало. Действие апокрифа начинается сразу с перехода Лазаря и Логина в Рим. При изучении Хуллорского уборника было введено несколько уникальных особенностей. Самое главное является отсутствие Марфы в повествовании, то есть отсутствие человеческого упоминания жены Мироносицы. То есть, как вы можете видеть, «Ирече Логун, и Господи, и да не сми не ради, но Христа Бога моего, и распетого его же воин». В то время, как в других остальных апокрифах, здесь, кроме этого, после этой фразы Логина идет приписка о том, что Кесарь и Мяша вели струб на лице своем, или вели язву на лице своем, и врачеве не можах ее исцелите. И после этого Марфа ему говорила о том, что ты перекрести лицо свое и произнеси во имя Отца Сына и Святаго Духа, и после этого исцелеешь. После совершенного Кесарем он исцелялся, и уже после этого мы читали «Игдавиде Августова», «Трепетата Сексева» и «Прибаде» Клазу и Логину и Крестисиеву. Следующая тоже очень важная особенность является упоминание Кашули вместо Изы. Как вы видите, в Хлудовском списке у нас довольно пространный пассаж о том, что Логин был облечен в Кашули Спасову, то, что она была, этот вот бесшовный хитон был сшит Богоматерью, и вот всех этих деталей, и в том числе вот цитаты из пророка Давида, и то, что Логин получил ее при помощи жребия, не упоминается во всех остальных списках, то есть в которых больше 25, ну 30 списков получается, в том числе в ранних, очень ранних списках, которые датируются второй половиной 15 века. Вот одним из них является сборник чудовского собрания, тоже исторического музея номер 240. И там просто упоминается, что это богатканная игра. Другой очень важной особенностью является арастождествление Логина и воина, который пронзил Пилата. То есть как вы видите здесь, именно только в Хлудовском у нас есть этот Логин, он говорит, что воин не един от моих, воя, прободеха, ребра, накрестия. Во всех остальных списках у нас это две равнозначные фигуры, они отождествлены. И в следующем еще является особенностью упоминания проклы, жены Пилата, которая, как мы знаем, в принципе, впервые появляется, считается в Евангелии Никодима, так же, как и упоминание Вероники, жены Коварта-Чивой. И вот во всех остальных списках мы видим вот эту фразу, да и зараби своя, прочее, мне не остави. А никакого упоминания проклы нет. Поэтому, как мне кажется, можно предположить, что сказание составлено как минимум из двух произведений. На основе двух произведений это греческое сказание о Логине и Лазаре, условно говоря, называемое так, которое, собственно, повествует о приходе Логина, о чудесах, сделанных при помощи Кашули Спасовой. А вторая часть состоит из латинской легенды. Почему латинская? Я вот как раз буду объяснять дальше. Которая была впоследствии добавлена вот к этому греческому по происхождению памятнику. И таким образом уже в славянской литературе появилось вот сказание о приходе Марка в Рим. Почему мы так полагаем, что это греческое происхождение? Почему это греческий вот именно флудовский список, который не восходит, конечно, изначальному, но вот является списком вот этого сказания о Логине? По этому свидетельству может быть вот греческому происхождению, во-первых, параллели между сказанием другими греческими апокрифами, которые тоже отмечали большинство исследователей. И, например, Михаил Нестович Спиранский считал, что это тоже перевод с греческого. Например, в качестве вот одной из этих параллелей, которую упоминал Михаил Нестович, это вот параллель между убийством Пилата в башне во время охоты на Серну императором и убийство уже Каяфа, сбежавшего в пустыне. То есть это в целом очень близкий, как сам писал уже, это восходит к одному источнику. И также близко, в том числе, находится и сказание к посланию, собственно, Пилата. В первую очередь это описание, так называемое, парадосис, то есть смерти Пилата, обратимся к молитве Пилата о том, как он обращается перед мучением своим великим к Христу Господу. Вот это тоже имеет ряд параллелей. Но кроме, получается, таких вот именно чисто сюжетных, текстуальных соположений с памятником, надо также упомянуть и язык Хлудовского сборника, потому что в нем есть ряд грецизмов, которые позволяют импозже, что это восходит именно к греческому оригиналу. Так, например, одним из самых ярких является Эдадеих, Цаи, Котограда, Подвай и Россеях по всей земле. То есть кота здесь употребляется в качестве греческого предлога кота, который, как вы знаете, для славянских языков не характерен. Вот. И теперь поговорим немножко о втором произведении, которое как раз, по моему представлению, является вторым частью, так сказать, контоминацией, которого сказание Малогини стало основой для сказания о приходе Марфы. Это латинская легенда о мифраторном образе. Спасибо большое. Это именно латинская легенда, но она существует и в русской, и в византийской письменности, как легенда об Афгаре царе. Да, вот это известная легенда. Однако, почему нам, мы, почему, например, Михаил Мистевич Пиранский, Иван Яковлевич Порфеев и Йоржизов Поливки, другие выдающиеся исследователи считают, что это именно латинская легенда? Потому что здесь исцеляет императора не Вероника, а именно Марфа. А отождествление Марфы и Вероники является исключительно западной традицией, которая впервые появляется в XII-XIII веке. И восходит она к де Соломоне, то есть это проповедь Серма де Соломоне, Севдамброси-Медиаландского, которую современные исследователи приписывают Григорию Ливирскому, святому конца IV века. И вот как раз это позволяет полагать, вот это одно из трех положений, которое показывает, что это восходит к латинскому легенду. Вот это сказание, не сказание, а вот это, скорее всего, относится к культурному латинскому реалу. И кроме того, нужно еще помянуть, что в целом значение ее имеется не только в появлении фигуры Марфы, вот этого эпизода исцеления, который также существует, вот именно об исцелении императора Тибея, существует только в латинских источниках. Это три апокрифа самых известных, Морс Пилати, Виндикто Сальваторис и Кура Санитос Тиберии. И это повлекло на собой, например, ту несообразность между сказанием «Приходимарф» и вот этими латинскими произведениями. Так вот, Иван Яковлевич отмечал, что другое осмысление образа Пилата. То есть, если во всех латинских произведениях Пилат негативный образ, и его казнь – это обычно казнь, не имеющая никакой святости, в то время как в славянских и греческих апокрифах казнь Пилата имеет характер мученичества. И после отрубания его головы ее возносит ангел на небеса. Также очень важным еще является перенос акцента на чудодейственность Ризы Христа при объяснении причин землетрясения. Вот эта Заня Риза «Его на мне есть» появляется именно в сказании о Марфе. В Кулдовском списке этого нет. Там просто Логин перечисляет, что это произошло ради Христа. И дальше перечисляются чудеса, произошедшие при смерти Иисуса. И кроме этого, хотел еще отметить, что отождествение Логина-воина и воина, пронзившего Христа в ребра – это тоже латинская особенность, латинского предания. Об этом, например, пишет Борис Андреевич Успенский из самых новых исследователей. Так, например, он говорит, что в Византии и, соответственно, в православных странах в первую очередь интересовал именно Лонгин Центурион, Лонгин Сотник, и он не отождествлялся с Логином-воином, пронзившим Христовый образ. И вот здесь, как раз, вы можете еще раз увидеть это. И заключаем... А, еще две минуты. И заключаем, можно сказать, что таким образом, это возможно, что вот этот список Хлудовский поможет объяснить то противоречие, которое существовало в историографии между латинским и между греческими, скажем, природами этого памятника. То есть, с одной стороны, у нас существовало... То есть, с одной стороны, у нас существовало вот это противоречие, да, но поскольку мы теперь знаем, что сначала был греческий текст, а по которому потом прибавлен латинский, можно, соответственно, заключить, что это является логично, да, то есть то, что у нас было соединение двух разных традиций, да. Но надо понимать, что греческая традиция, что вот эта латинская традиция в первую очередь находила соответствие в греческой, да, то есть вот их сказание о Абгаре царе. И кроме того, впоследствии тексты памятника в том числе выправлялись еще в том смысле, что к ним прибавлялось, вот они начинали изменяться. Вот Татьяна Владимировна Нанисимова, например, пишет о сказании о пришествии Маринином, которое связывается со сказанием о пасхальных яйцах. И вот как раз в этом. Какие будут вопросы? Спасибо за ваш доклад. Тема очень важная, поскольку действительно вот сказание о приходе Марфы и Марии, очень часто мы более поздней рукописной традиции обе, оба эти имена. Есть один такой вот, более поздний, правда, по времени, это Корейское собрание номер один на Революхранилище, где целый цикл там и переписка Понтия Пилата с Тиберием, и ответные письма. И надо сказать, что очень часто это сказание появляется в сборниках, связанных, во всяком случае, вот со Страстную неделю. Обычно традиционно сказание, обычно вот Епифания Кипрского «Сошествие Христоват», потом Евсевий Александрийский или Григорий Никомендийский. Он начинается словами, что все есть безмолвие на земле, як отцарь спит. И часто вот именно вот это сказание. Я хотела вот спросить, о чем? Когда же присоединяется второе имя? Вот, в каком варианте? И, простите, сейчас я еще... Дело в том, что, конечно, многие исследователи, которых вы называли, они связывают, естественно, этот цикл со второй частью Евангелия Никодима, что, мне кажется, справедливо вполне, и Поливко так писал, да? Вот, «Акта Пилата», то, что называется «Акта Пилата». Вот, и потом мы знаем, что Евангелие Никодима появилась в славяно-русском переводе. В общем, там какую-то роль играл и латинский перевод, насколько я помню. Может быть, уточните. Но я думаю, что взгляд на происхождение этого текста Анатолия Аркадьевича очень многое проясняет. Вот, и я просто хочу вашу тему очень поддержать, потому что в действительности... Вот такой сюжет, он, надо сказать, довольно часто в рукописных сборниках, вот многих собраний действительно встречается. Ну, вот пока такие соображения. Спасибо большое вам за вопрос. Это очень важные слова. И насчет относительно появления Марии, именно соединение их двух – это болгарский список из собрания Шафарика, вот, изданный, кстати, Поливкой тоже, 15 века, вот, 9С9, по-моему, извините, точно не помню, 9С4, вот, простите. Вот, это его собрание, там вот он и впервые вместе появляется. А вот именно замена Марфы на Марию, это вот именно есть в том числе и в списке, вот, самом раннем, Ецемирском, вот тоже, вот, который под концом 14-го, начало 15-го века. Но это именно замена, то есть они просто, как бы, они становились, как бы, в коронном смысле, не тождественными фигурами, но вот они находили большую близость к, вот, истории с приходом Марии, да, вот их вот этими москальными яйцами, конечно. Я работал с ним. Это, кстати, не единственное, то есть, это еще очень интересно, что вот как раз Марфа и Марию есть в Соловецком монастыре, вот как раз то, что опубликовал Иван Яковлевич, тоже там почти полный, вот, это вот 854-964 Соловецкое, там тоже такой же вот почти полный цикл собирается. Это тоже вот, да. И насчет Евангелия Никодима, это очень интересный вопрос, он, на самом деле, очень сложный, потому что, если взять сказание, то там, скорее всего, ориентация на греческий текст. Почему? Потому что имя. Там вот упоминается некто Капсофа, это очень интересно. Это в латинском тексте, это изначально курсор, да, то есть посланник. В греческом тексте он был так и переведен, как курсор. И впоследствии, вот, это очень интересно, что ряд списков, вот, которые являются уже, у них очень сложная история, они поздние, и... Но у них есть одно очень важное чтение. Там упоминается, что и посла Шасмарию, слугу своего курсора. А в одном списке курсор, курсофа. Вот, курсофа и курсофа. И вот, соответственно, мы предполагаем, что это вот именно сказание Мафимей, вот именно в плане вот этом, восходит все-таки к греческому Евангелию Никодима. Будут ли еще вопросы? Вот послание Тивирио и там, поесть об Иуде предателе, прицепляются к страстям Христовым. Такой устойчивый конвой. А сказание о Марфе цепляется? То есть там вообще это представляет собой такую тройчатку на самом деле. Это очень интересно, потому что, если мы посмотрим вот именно о 29 главе, то она бытует именно не как единственный текст, а вот именно вместе с посланием. Там, на самом деле, сильно изменяется, потому что там, например, логическим финалом здесь является, в обычных текстах, то, что происходит уничтожение Иерусалима, Тивири убивает Пилата или Каяфу, убивает Каяфу и возвращается в Рим, славящим Господа. Здесь же у нас центром становится именно крещение Тивирио, и после этого идет уже ставка послания Пилата, и вот все это единый текст. То есть это сильная павка, это даже, может быть, отдельные самостоятельные памятники Абатарского, потому что он ставит такую единую форму. Спасибо. Будут ли еще вопросы к Артуру Андреевичу? Большое спасибо за доклад. Позвольте предоставить слово следующему докладчику, Данилу Вадимовичу Косареву. История русского перевода контр-легом Саркинору. Прежде чем начать говорить об истории славянского текста или русского перевода, мне кажется, что необходимо вкратце описать историю бытования этого текста в Западной Европе. Оригинальный текст сочинения был написан доминиканским монахом итальянского происхождения Рекольда де Монте-Крочи около 1300 года, после его возвращения из Святой Земли, где он занимался миссионерской деятельностью. Этот текст входит в корпус так называемых восточных сочинений Рекольда и представляет собой полемическое антимусульманское сочинение, целью которого является опровержение основных положений ислама. Особенностью этого текста является достаточно близкое знакомство автора с мусульманской культурой, обособленное знанием арабского языка и жизнью в мусульманской среде. Вскоре после его написания текстом заинтересовался один из, наверное, самых известных переводчиков с латинского языка в Византии 14 века, Димитрий Кедонис, осуществивший перевод этого сочинения на греческий язык. После этого в 1056 году Варфавиам Пекенским был осуществлен обратный латинский перевод. Автор повторного перевода в своем письме арагонскому королю Фердинанду II объясняет свой труд по переводу этого текста с греческого языка на латынь не тем, что он не знает о существовании оригинального текста, а желанием перенести на латинскую почву красоту и изящество стиля Кедониса, иными словами, осуществить редакторскую работу. Именно этот повторный перевод получил наиболее широкое распространение, именно с него был осуществлен немецкий перевод Мартина Лютера, получивший название «Ferlegum des Alcoran», а также именно его в качестве параллельного латинского текста для текста Кедониса используют Минь в своей патрологии. В связи с этим возникает необходимость уточнить, с какого именно языка был переведен славянский текст. Как видите на экране, датировка перевода, основания для которой будут указаны немного позднее, показывает, что в этот период наибольшее распространение получали переводы скорее с латинского языка, в то время как греческие переводы до появления Максима Грека были редки. На слайде перечислены списки текста, известные нам на сегодняшний день. Подчеркнутые списки – это списки, которые не были указаны Соболевским в его каталоге переводной литературы, где впервые был упомянут этот текст и дано краткое его описание. Текст известен в первую очередь во всех трех редакциях «Великих мини-ичетиях», куда он исключен под 31 июля. Наиболее интересными представляются первые два списка текста, список Румянцевского музея и Троица-Сердеевской лавры, так как, по всей видимости, они являются самыми ранними и послужили основой для других списков. Текст является достаточно устойчивым, каких-либо значительных редакций пока что установить не удалось. Текст переведен не весь, переведено только предисловие, первое, начало второе и с 13 по 17 главы, то есть до конца. Вот мы можем видеть начало этих текстов в двух рукоприсях Троица-Сердеевской лавры и Румянцевского музея. Датировка текста основывается на приписке, обнаруживающейся в списке Румянцевского собрания, которую вы видите на экране. Эта приписка также обнаруживается во всех трех списках, входящих в «Великие мини-ичетии», и на основе ее Алексей Иванович делает вывод относительно даты перевода 1516 год. Впервые эту дату упоминает Восток в своем описании рукопси Румянцевского музея. Однако можно заметить, что здесь совершена возможная неточность, так как к дате Григорианского календаря приправляются годы Исламского календаря. По всей видимости, по-татарски относятся именно к этому типу календаря. Такое предположение о неточности высказывающего Востоков, однако Соболевский достаточно смело переносит датировку приписки на датировку всего перевода. Однако за неимением лучшей датировки пока что приходится пользоваться этой. Следом, стоит сказать о возможном языковом источнике славянского текста. Двумя главными аргументами в пользу греческого оригинала является, во-первых, распределение вариантов имен. Как вы видите на экране, латинский текст в обоих редакциях и в редакции Рекольда и Варфоломея Пекенского используют унифицированную версию имени Мухаммеда Махаметус, в то время как греческий язык варьирует его между Махумед и Муамед. И советский текст последовательно транслитерирует именно греческий вариант. Следующим важным аргументом в пользу греческого текста являются некоторые ошибки, которые были совершены в ходе этого перевода. Так мы видим, что в савянском тексте тут, к несчастью, сбился шрифт, возникает некий еретик по имени Кантут, который совершенно отсутствует как и в латинской, так и в греческой традиции. И по всей видимости является греческий оригинал проясняет природу этой ошибки. Возможно, переводчик обладал дефектной рукописью, что не позволило ему увидеть в сочетании Кантуту слитую форму своего языка и чтеца и форму местоимения Тутус. В то же время для этой ошибки мы пространства в латинском тексте не видим. И в следующем примере обращает на себя внимание стоящее на месте греческого фосин слово естество. Судя по всему, произошла путаница глагольной формы фосин и формы винительного падежа от слова фюсис, путаница вызвана, скорее всего, тацизмом, при котором и то, и другое слово произносилось одинаково, как фисин. И последнее, о чем стоит упомянуть, это возможная связь славянского перевода с рукописью Ватикана Монусберякова 706. Этот манускрипт принадлежал митрополиту Исидору, который его переписал. В нем мы находим уникальный для текста Кедониса инцепит, который вы видите на экране. И он полностью совпадает с славянским заглавием текста. Видно, что совершил переводчик ошибку, передав кота в значении здесь явно употребленный против закона Сарацин, как по закону Сарацин, и что меняет смысл названия. Также следует упомянуть, что в Государственном историческом музее хранится одна рукопись этого текста греческая под шифром Синодальные греческие собрания 360. Однако не только датировка этой рукописи сильно позднее предполагаемой датировки перевода, но и заглавие не совпадает. И, наконец, последнее, чего я бы хотел коснуться, это наличие пропуска, встречающегося во всех известных нам списках. Пропуск находится в середине первой главы, и стоит, однако, сказать, что этот пропуск отсутствует в рукописи Ватиканской библиотеки. Возможно, что он отражает дефект оригинала. Является ли это дефект греческой рукописи, или же все списки, которые у нас есть, это более поздние московские списки, это еще предстоит выяснить. На этом у меня все. Данила Владимирович, большое спасибо. Вопросы? Вы считаете, что это перевод с греческого? Вы очень наглядно показали, а кто бы мог быть переводчиком? Да, вопрос достаточно сложный, потому что все списки, которые у нас есть, они восходят к либо Иосифово-Волокамскому монастырю, либо к деятельности новгородского кружка, что, в общем-то, достаточно необычно для греческого перевода. Мы бы ожидали, что это был перевод с латинского языка. Возможно, что этот перевод, если обнаружится более ранний список южнославянского происхождения, встанет в один ряд с такими текстами, как переводы Иоанна Кантакузина, речи на Муамефа, так как текст Кантакузина во многом опирался на текст Кедониса. Таким образом, мы точно знаем, что и славянский перевод Кантакузина, так вот, может быть, существовал южнославянский перевод и текст Кедониса. Однако, сейчас этих списков нет, это просто предположение. Так что, назвать конкретного переводчика пока что не представляется возможным. Максим Грек, это слишком радо для Максима Грека. Если это самая ранняя датировка 1517, самая поздняя, извините, 1517 год, и, как известно, в этот год, когда он приехал в Москву, он был занят переводом толкования на псалтире, и, в общем, вряд ли он смог бы перевести этот достаточно объемный труд. Скажите, пожалуйста, а как-то удается определить, по какому принципу были выбраны фрагменты? Да, Соболевский пишет, что взяты только фрагменты с историческим содержанием. Так что, вероятнее всего, больше всего интересовала переводчика, именно историческая сторона этого трактата. Однако, может быть, мы обладаем просто позднейшими списками, которые не передают нам остаток перевода. Если вдруг вскроется, что существует полный перевод где-то в собраниях южнославянских рукописей, то... А так нет, пока нельзя сказать точно. Объем около 40 листов. Да. Да, я могу... Можете? Вот. Действительно, все списки восходят к новгородскому почерку, то есть, это явные северные списки, но если вдруг тут встретятся, может быть, полгаризмы, которые могут переводчика. По языку пока только самые-самые общие наблюдения. Нельзя сказать, что это видно именно влияние южного, южнославянских. Максим, Грек, достаточно хорошо знал греческий, чтобы допускать какие-то ошибки. Но по виду рукописи и по типологии ошибок мне хотелось бы все-таки как-то с геннадийским кружком связать. Не знаю, почему, но вот на каком-то чутье. тогда нам нужно будет признать, что существовал какой-то переводчик, который мог и переводил с греческого языка в геннадийском кружке. может быть, это был кто-то из этого. да, тем более, как я уже сказал, латинский текст в это время получил огромное распространение. В Севилье вышел в 1501 году первое печатное издание этого текста и в общем несколько переводов и понятное дело, что латинский текст гораздо был популярен греческого. Так что логично предположить, что был перевод. Вы знаете, это то, что сейчас в голову пришло, ведь в геннадийском кружке мало того, что они были люди-ученые и учеными трудами занимались, и геннадийская библия тоже как научное предприятие я рассматриваю, у них много большое значение придавалось и обучающим материалам. То есть вы помните, что среди участников геннадийского кружка был Тимофей Вениаминов и как считается никаких доказательств нет, но вроде бы он учился греческому, кстати, вот, и козвище Вениаминов ему вроде бы было дано по монаху Вениамину, которому приписываются все переводы с латыни безоговорочно, что не может быть опять же по большому объему этих переводов. и среди рукописей геннадьевского кружка вы помните, конечно, знаете по донатах, которого Витарио Томилери публиковал, найдя интерлинеарную рукопись. И очень интересная рукопись из чудовского собрания, номер 284, мне кажется, это латинская псалтырь, переписанная кириллицей, причем с очень большими дырками между строками, явно для того, чтобы сделать интерлинеар. И библейские песни этот интерлинеар содержат. Библейские песни и на латыни, и перевод с латыни, и в конце приписаны библейские песни в славянской традиции, в переводе с греческого. И вот тут я думаю, что может быть все-таки от Максима Грека не отказываться, и датировки год туда, год сюда тоже все можно пересмотреть, потому что по ошибкам очень похоже на учебную. То есть может быть это не Максим Грек переводил, а кого-то он учил греческому. Ну вот как-то вот в эту сторону может быть подумать. Опять же исходя из внешнего вида рукописей. Если найдутся какие-то болгаризмы, южнославянизмы, ну тогда мы... Спасибо. Да, вот еще по поводу того, кто мог бы перевести из греческого языка в кружке Геннадия, так могут быть братья-тарханиоты. Вот. Но этим я, к несчастью, пока не успел заняться. Просмотреть их переводческий стиль, конечно, было бы интересно посмотреть, как вдруг могут быть они. Тем более это известное место о том, что, значит, Юрий Тарханиот занят переводом некого слова. Я не помню, смогли ли установить, что это за слово, которое он переводил. Если нет, то, может быть, вот это оно и есть. Оно в славянской традиции еще известно, это текст под названием сказания царосинской вере, но тут возникает сложность с тем, что точно такой же текст включен в Кормичевую книгу, и это совершенно другой текст. То есть тут еще вот такая вот сложность с этим. Ну да, спасибо большое за ваши комментарии. Данил Владимирович, позвольте вас еще раз поблагодарить за интересный доклад. Спасибо. И слово предоставляется Елизавете Андреевне Юзиной для доклада «Сказание о 12 снах царя Шахаиши. Новая разновидность текста». Добрый день, уважаемые коллеги. Сердечно благодарю организаторов за приглашение на эту конференцию. Сейчас мы отправимся с вами в куда более время. Начнем. Переводной апокрифический памятник сказания о 12 снах царя Шахаиши вызывал особый интерес у русских книжников. Произведение эсхатологического характера дошло до нас в достаточно большом количестве списков. По сюжету некий восточный царь рассказывает о своих загадочных снах мудрому философу, который делится с царем неутешительным толкованием каждого сновидения. Образы и снов предвещали страшные беды для человечества в далеком будущем, его неминуемое моральное разложение, которое проведет к концу всего мира. До определенного времени верхней и нижней хронологическими границами выявленных русских и югославянских рукописей, содержащих сказания, считались 15-18 века. Основу для изучения сказания, определения редакций и источников текста положили Александр Николаевич Василовский, Александр Николаевич Пыпин и Иржи Поливко. Александр Николаевич Василовский впервые затронул вопрос о редакциях памятника. Основным явным маркером для их разграничения предложено было считать имена царя и философа. В списках древнейшей редакции царь наречен Шахаиши, Шакиш, Шайкиши, Шахович, Шахович и другие варианты, а философ Мамер, Муамер, Амер и также другие варианты. В списках более поздней редакции царь и философ можно сказать поменялись именами. Публикация текста древнейшей редакции была осуществлена исследователем в 1879 году по трем спискам 15 века. В своей классификации Александр Васильевич Ростенко назвал древнейшую редакцию первой, более позднюю второй. Внутри второй редакции он разграничил списки по трем группам. Исследовав 24 ранее не введенных научный оборот списка Александр Васильевич Ростенко опубликовал тексты всех трех групп второй редакции. Более поздние исследования сказания второй половины 20-го начала 21-го веков были посвящены довольно сложному вопросу реконструкции протографа памятника с привлечением прежде всего ранних списков для текстологического анализа. Особое внимание уделяется лингвистическим аспектам изучения произведения и особенностям его переводов на югославянские языки. Которые бы могли пролить цвет на происхождение древнерусского текста. Это Анисава Меттенова, Анна Абрамовна Пичхадзе и Вадим Миронович Лурье. Несмотря на иную специфику и более ранний материал привлеченный для работы результаты исследования этих ученых оказались безусловно полезны для нашего изучения сказания о 12 снах царя Шахаиши старообрядческой рукописной традиции. В сибирских, уральских, санкт-петербургских и московских древних хранилищах нами было просмотрено около 80 рукописей со сказанием «Спасибо Елене Дмитриевне Конусову и Максиму Валентиновичу Кужелеву за помощь в работе в древних хранилище Пушкинского дома». На слайдах вы можете видеть шифры 33 рукописей из числа нами изученных в составе которых мы обнаружили разновидность текста значительно отличающейся от всех выявленных ранее редакций. Называя в теме доклада эту разновидность текста новой мы обязаны обратить внимание что в исследовательской литературе уже поднимался вопрос о существовании отличной от двух выявленных учеными ранее редакции этого сказания. Впервые на иную редакцию обращает внимание Всеволод Измайлович Средневский в описании рукописи БАН 119 в сведениях о поступлениях в рукописное отделение библиотеки Академии наук за 1902 год. Чуть позже в 1905 году результаты своего исследования этого произведения публикует Александр Васильевич Ростенко но разновидность текста сказания о котором мы сегодня говорим им не отмечено. В известных каталогах и картотеках с которыми нам приходилось работать при описании рукописей с новой разновидностью текста в составе археографии определяли ее как сказание о 12 снах царя Мамера и чаще всего давали ссылку на публикации Веселовского, Ростенко или же на словарь книжников. Иногда указывалась принадлежность текста ко второй редакции. Других упоминаний именно этой разновидности текста сказания о 12 снах царя Шахаиши и Лимамера и ее дальнейших исследований в научной литературе нами не обнаружено. При текстуальном сравнении выявленных списков с группами второй редакции по Ростенко становится ясным, что новая разновидность восходит ко второй группе второй редакции. Учитывая количество и характер изменений в тексте, мы предлагаем выделить новую третью редакцию этого произведения. В чем ее особенность? Черты, о которых пойдет речь, присущи всем выявленным спискам. Но в ряде списков мы обнаружили расхождение. Примеры из текста третьей редакции мы будем приводить в сравнении с текстом второй группы второй редакции, которая, по нашему мнению, послужила ее основанием. Все списки этой группы имеют единый заголовок с незначительными расхождениями от повести летописной повести о царе Мамере как увидел двенадцать снов зело страшных или чаще всего от книги летописной о царе Мамере как увидев единой ночи двенадцать снов зело страшных. В большинстве случаев упоминание источника помещаемого в старообрядческие сборники текста представляет собой непременный элемент заглавия и служит прежде всего свидетельством авторитетности самого повествовательного жанра существовавшего на Руси к примеру из гранографа древнего о судном дни о памяти усопших из книги гранографа о взятии царьграда из книги гранографа и тому подобное. Ссылки на летописный генезис выявленных в старообрядческих сборниках повестей и сказаний скорее призваны задокументировать истинность представленного повествования чем быть реальной выдержкой из какого-либо летописного источника. Для подтверждения этого можно назвать такие заглавия произведений старообрядческих рукописей как выписанные из книги летописца сказания о некоем купце и о жене и о сыне повесть о царице и львице от древних летописцев из римских кроников встреченный нами заголовок к сказанию о 12 снах царя Мамера мы также склонны воспринимать именно в этом контексте. Отлично и начало повествования. Мы видим что составитель новой редакции сказания не только изменяет место царствования Мамера но и приводит точную дату событий. В списках третьей редакции к царю Мамеру приходит философ именем Филон возможно имя древнего мудреца было взято из сборника пчела фрагменты из которого так часто переписывались старообрядцами. Замена имени Шахаиша или Шахович на имя Филон удовлетворяла традиционную для старообрячества ориентированность на канонические авторитеты. Известное основательное Ставка с поиском мудрецов по всему царству подчеркивает исключительность этого философа. Следующая особенность редакции это замена образов в нескольких снах царя. Здесь я представила классификацию по образам снов во снах Александра Васильевича Ростенко. Я пришла показать все группы. Ну и справа вы видите порядок снов в третьей редакции. Невполне разъяснимым для создателей рукописных сборников позднего времени представлялся образ во втором сне сыр-брюх. Даже в самых ранних русских и южнославянских списках это словосочетание являлось лекцио-дефицилер и имело различные трактовки, видя с небесе до земля висяща серу-брус, сыро-брюхо или же сребру. В первоначальном варианте, как предположил Вадим Миронович Лурье, царю снились внутренности жертвенных животных, провисающие до земли. В некоторых списках второй группы второй редакции переписчиками были даны попытки объяснить образ каким-либо к нему дополнением. Это можно увидеть на примере вы видите выше пример из списка из лаборатории археографических исследований УРФУ. Но в списках третьей редакции мы обнаруживаем совершенно иной сон царя и иное толкование философа. Сон посвящен нагому телу, а толкование философа и отвечая философ к царю, тогда будет время зловия мид, тогда люди облекутся во одежды необычные, нелепые, чуждые, якыш речи пророка гей, суждуда князь их и на облачающиеся во одежды чуждые, и жены возлюбят одежды нелепые ноги и блуднические на прелещение малоумным. И тогда мало начнут добра творить, и все уклонятся в прелесть мира сего. Нам кажется, очевидной связь этого новосочиненного фрагмента с именным указом Петра Первого о ношении платья на манеру венгерского от 1 января 1700 года известны в том числе неприятием со стороны крестьянства в целом и старообрядчеством в особенности. На примере этого же толкования второго сна следует отметить еще одну яркую особенность третьей редакции. Ее составитель посчитал важным как указывать источники скрытых цитат в тексте сказания, так и добавлять парафраз в те пророчества, где подобной опоры на священное писание не было. Здесь же имя пророка Сафония, из откровения которого была поздавимствована цитата. Глава 1, стих 8, ее вы можете прочесть. Здесь же имя пророка Сафония заменяется именем пророка Агея, и возможно эта ошибка совершена не самим составителем редакции, а автором рукописи, на которую он мог опираться, так как во всех остальных случаях книжник определенно точно определяет источники цитат, ну и в целом достаточно верно их указывает. В четвертом сне составитель частично заменяет образ. На месте кобылицы, на которой пашут, появляется ослица. В списках третьей редакции присутствует вариативность, должно быть связанное с неверным пониманием глагола орют. В нескольких текстах на ослице уже сидит некий урод. В пятом сне царя образ собаки заменен на образ лисицы. Мы уже упоминали особое внимание автора третьей редакции к текстам священного писания, и в данном случае полагаем, он обращается к книге пророка Эзекииля, якожи лисицы в пустыне, так и пророцы твои выше Израилю. В самом толковании философа снова добавлена вставка из книги Исход. Якожи речи Господь к Моисею, чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и долголетен будеши на земле. Двенадцатый сон, называемый Рустенко пророчеством, в тексте второй группы второй редакции царь спрашивает у философа, что есть скончание миру. Далее философ делится с царем пророчеством. Это вольное представление последнего фрагмента текста во второй редакции без наличия сна как такового подчеркивает схожесть сказания с произведениями вопросоответной формы. В третьей редакции этот эпизод логично встраивается в стройную композицию сказания, подвергнувшись частичному редактированию. Царь говорит о том, что ему приснился страх велик как о быте скончания всему миру и последующее пророчество философа представлено уже как обычное толкование этого сна, как и в других фрагментах. Стремление придать тексту сказания более строгую структуру проявляется в повторяющейся формуле введения сна и пророчества философа в общую композицию. Получается, что весь текст действительно выстроен благодаря такой повторяющейся форме и речи царь-философу такой-то сон и речи философ ко царю. Никаких дополнений больше и нет. Приведение других примеров вставок и изменений в тексте второй группы второй редакции составителем третьей редакции потребует куда больше времени, чем заявленный регламент. Поэтому в завершении еще раз представим главные выводы по новой разновидности текста сказания о 12 снах царя Мамера. Это восхождение ко второй группе второй редакции, общий единый заголовок от книги летописные о царе Мамере как о виде виденной ночи 12 снов взяло страшны, изменение имени философа Шахаишина Филон, изменение образов в нескольких снах и полная замена второго сна, строгая структура текста, указание источников имеющихся скрытых цитат сказаний, а также привлечение других цитат из текста священного писания в пророчестве философа. Также хронологические границы нами выявленных в списках более поздние это конец 18-20 веков и важная черта это распространение старообрядческой среде и вытеснение остальных редакций на Урале и в Сибири. Нами также было просмотрено достаточное количество не только старообрядческих сборников, где этой редакции обнаружено не было. В завершении позволю себе высказать некоторое предположение о происхождении третьей редакции сказаний о 12 снах царя Мамера. Оставленные писцами и владельцами некоторых рукописи, сведения о месте бытования конкретных старообрядческих сборников, публикации по истории старообрядчества, а также по истории формирования территориальных собраний. Здесь стоит назвать имена таких археографов, как Елена Ивановна Дергачева-Скоп, Владимир Николаевич Алексеев, Андрей Юрьевич Бородихин, Валерия Анатольевна Есипова, Александр Иванович Мальцев, Елена Викторовна Починская, Сергей Анатольевич Белобородов, Владимир Александрович бытовавшая от Поволжья и до Забайкалья новая разновидность текста сказания была создана среди беглопоповцев. Это подтверждается не только распространением третьей редакции у определенных согласий, но и совершенным ее отсутствием у других. Мне было удивительно узнать, что Татьяна Федоровна Волкова, не так давно занимаясь именно сказанием о 12 снах царя Момера со своей ученицей Ольгой Роландовной Колеву, отнесла все найденные ими печорские списки ко второй редакции второй группы. Сейчас я понимаю, что Татьяна Федоровна и не могла обнаружить третью редакцию, так как в рукописях без поповцев возможно традиция переписки именно этого текста так и не зародилась. Однако вопрос о появлении этой редакции именно в беглопоповской среде требует дальнейшей разработки. Спасибо большое. Известа Андреевна, большое спасибо. Вопросы? Насколько я помню, об этом тексте писал в свое время Пренеслав Иванович Кузнецов. Вот, он, да, скажите, пожалуйста, он, я сейчас не помню его статью, у него были в трудах отдела древнерусской литературы, тоже, по-моему, одна или, может быть, несколько статей. Так вот, каковы выводы его были об этом памятнике? Я понимаю, что он смотрел немножко с другой, с востоковедной стороны на этот текст, но, тем не менее, как-то мне бы хотелось узнать оценку его работы. Спасибо большое за вопрос, Милена Сеаловна. Знаете, его работа была прежде всего посвящена литературной истории сказания о 12 снах, царя Мамера, и, конечно же, он обращал внимание в том числе и на вторую редакцию, то есть русскую редакцию, но, опять же, его исследование, оно было более направлено на выявление того места или того языка, с которого было переписано это произведение, но он, опять же, делает выводы о том, что, скорее всего, это переводное произведение с арабского языка. Будут ли еще вопросы к Елизавете Андреевне? Спасибо, спасибо еще раз за интересный доклад. Дорогие друзья, это был последний доклад нашей вечерней секции, и, вероятно, сейчас мы можем подвести некоторые итоги всей конференции. Кому угодно взять слово. Ну, но это так, не так, чтобы я последняя выступала, вот так вот я первая, а потом все остальные. Вы знаете, мне кажется, что у нас получилось. Я пришла к выводу, вот посмотрев на две конференции, на домашние чтения, которые были в прошлом году, и на ту конференцию, которая идет сейчас. Я поняла, что молодежную конференцию должна делать молодежь. Вот эти две конференции, они сделаны на совершенно других основаниях, совершенно по-другому, нежели делали мы до сих пор. Интересно было посмотреть не только на то, какие работы были представлены, но и как эти работы были отобраны, и как это все было организовано. Мы сейчас можем, кстати, подискутировать по поводу всех выступлений. Они были необычайно интересные. Я только вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что супруги Беловы страшная сила. Они молодцы. Вот они сбили вокруг себя такую команду, которая малыми силами провернула такое очень серьезное мероприятие. И я надеюсь, что регулярность его будет вполне себе обозримая. Если не каждый год, то, по крайней мере, мы не будем выпадать на какие-то такие большие периоды. У нас такое случается. И я хочу сказать, что все вы ведь могут приехать и на домашние чтения, которые, как я понимаю, будут ежегодными, не так ли? И тогда у нас будет полноценная древнерусская секция. В прошлом году вот был Артур, было еще несколько человек, была Амира. Ну, давайте разбежимся, и пусть у нас будет... Давайте покажем навистам, что мы в состоянии каждый год выставлять хорошую секцию с хорошей дискуссией. И тогда они поймут, наконец, чем мы занимаемся. У меня такое ощущение вот в результате пребывания в Институте русской литературы. Даже в Институте русской литературы в мозгах у исследователей русской литературы эта самая русская литература начинается с XVIII века. Вот давайте, наконец, всем покажем, что это начинается гораздо раньше, что нас не так мало, что мы, в общем-то, кусачие, и мы можем представить свой материал, который, конечно, гораздо более выигрышный, гораздо более интересный, более перспективный для исследования, чем многое другое, потому что, вот сейчас мы убедились, мы не можем оторвать одну специальность от другой. Мы оплакиваем ту ситуацию, которая сложилась в 1920 году, когда сначала в Московском университете, а потом в Петербургском были разделены исторические и филологические факультеты. Мы утратили вот это вот единое историко-филологическое образование, которое для медиевистики, ну, на мой взгляд, совершенно обязательно. Поэтому мне кажется, что это принципиально объединять лингвистов, литературоведов, историков, историков искусства. У нас, кстати, историки искусства в этот раз загрустили и не дошли до нас. О, Полина. Да, вот только одна Полина. И, главное, фольклористов. Вы знаете, вот это единство, эта близость древнерусского отдела и отдела русского фольклора, она всегда была. Вот фольклористы, они немножко догадываются, чем занимаемся мы, а мы догадываемся, чем занимаются они. И у нас, и у вас, очень много общих тем. И, в конце концов, второй уже подряд заведующий отделом фольклора – это выходец из древников. И, наконец-то, мы можем в наших конференциях соединять силы древнерусского отдела и отдела фольклора. И, смотрите, вот это было одно из самых живых заседаний, когда, в общем, вот есть о чем поговорить, есть повод поцапаться и вытащить какие-то проблемы и всячески обсуждать. Вот. Вот давайте, можно все обсуждать. Аня, молодец. И, когда вы защититесь, я вам, может быть, расскажу, если ваш бывший научный руководитель мне позволит, я вам сообщу то прозвище, которое было вам дано в университете. Оно прекрасно, вы его оправдали, но интригу я сохраню. Вот пока не защититесь, прозвище своего знать не будете. Давайте продолжим дискуссию. Так, дорогие коллеги, кто хочет что-нибудь сказать? Мария Владимировна, вы стоически пробыли с нами все эти два дня. Спасибо большое. Да, с удовольствием скажу. Конечно, вот всю эту конференцию, все эти два дня с такой здоровой завистью смотрю на то, как это все было организовано. Я от души поздравляю тех, кто это делал. Это замечательно. Это очень здорово, что в Пушкинском доме такая конференция с таким количеством молодых исследователей. Понятно, что доклады были, конечно, разного уровня, и это тоже нормально для конференции, которая заявлена как молодежная. Были и ученические, и студенческие, но были абсолютно взрослые, с научными открытиями, с абсолютно такой зрелой аргументацией, замечательные доклады, которые просто вот слушаешь, не отрываясь, и понимаешь, что слышишь что-то абсолютно для себя новое. Это очень здорово. Конечно, я с некоторой тревогой думала о том, как строго с некоторыми докладчиками обходится, но с другой стороны за одного битва и двух небитых дают. Поэтому, в общем, когда человек идет, ведь Пушкинский дом всегда славился своей строгостью, и даже в разговорах со своими коллегами моего поколения все так говорят, да, а вот я еще, когда ходил на заседание Дмитрия Сергеевича Лихачева, а вот как это было страшно, а как там, значит, ругали и пропесочивали. Так что, в общем, это вполне все в традициях Пушкинского дома, и те, кто сюда едут, они должны знать и быть готовы внутренне к тому, что всякое может случиться, но все, кого я видела, выносили любую, любую вот такие вот критику очень стойко, мужественно, и вообще держались очень хорошо. Мне очень понравилось, как отвечали на вопросы, как держались ребята. Это очень здорово, я всех поздравляю. Отдельно хочу сказать, что мне жалко, что БАН был представлен единственным докладчиком, но зато каким. Два доклада и организации тоже. Спасибо. Спасибо большое. В ответ это восприятие строгости Пушкинского дома. Два докладчика, которые выступают у нас в отделе. Один говорит, ну, выдам секрет Михаил Алексей Шибаев, ну, у вас такая все время комплиментарная обстановка. И отзыв Андрея Михайловича Ранчина, который по окончании доклада и дискуссии вышел за эту кафедру и сказал, суровые нравы господа царят в вашем городе. Нет, нет, хватит. Я достаточно говорила, это не так уж мне свойственно. Я тоже еще раз повторю, основное я сказала уже вчера, и действительно, вот эти конференции молодежные, они очень важны, нужны, и, конечно, они должны быть более, может быть, регулярны, но уж как получится. маленькую-маленькую ложечку дегтя. Вы знаете, что, я бюрократ, меня университет наш петербургский приучил, к сожалению, думать сейчас о протоколе. Ну, пожалуйста, объявите официально не просто конференции, а научная конференция всероссийская, разные города с международным участием. Скажите, вам ведь это важно, молодым всем, для вашего потенциала, вы же обязательно, понимаете, где-то в списке ваших участий в конференции, которые с вас будут, ну, как-то представлять. Это же очень важно, правда? Поэтому, пожалуйста, извините, но вот я просто именно сама, так сказать, в этом деле поставлю. То есть мы должны, естественно, научные, высоконаучные, естественно, но я сейчас говорю чисто о формальных вещах. Пожалуйста, потому что меня спрашивают, так, конференция, какого она уровня? Говорю, уровня самого высокого, так обозначьте там. Но это так, это к слову, это не самое главное, а самое главное, что сегодняшние доклады, а вчерашних я уже говорила, но сегодняшние доклады действительно были, во-первых, разброс тем, которые все касаются, действительно, Светлана Алексеевна, правда сказала, историко-филологическая, наше, вот, наше занятие, они гуманитарные, наше знание. Очень трудно разделить, отделить литература, язык, это все, поскольку эти тексты, они все равно, они же все написаны на языке, поэтому здесь нет никакого действительно разделения. Очень хотелось бы, чтобы действительно справедливость такая научная была восстановлена, и наши доклады касались сегодня вот и текстологических аспектов, и аспектов источниковейческих, которые тоже необходимы. То есть действительно вот это крайняя, так сказать, особенность именно изучения древнерусской книжности, древнерусской письменности, древнерусской литературы, как бы мы ни называли, и что бы мы не подразумевали под этими словами. Так что очень много для себя полезного, очень много для себя нового, и очень стимулирующего, несмотря на то, что вроде бы мы этим занимаемся давно многими темами, многими вопросами, но тем не менее, вот знаете, глядя на то, как интенсивно работают молодые, действительно это как-то подстегивает очень. Так что огромная благодарность всем, кто выступил, кого я могла послушать, старалась всех по возможности послушать. Да, и вот, конечно, на будущем планируя тоже, но это не вина, так сказать, организаторов, то, что совпадают все конференции, интересные в одно и то же время. Сегодня два было древнерусских, довольно интересных доклада, студенческой конференции в университете. Ну вот так вот несогласованно получилось, но все невозможно успеть, все равно у нас все лучше. Я только хочу добавить несколько буквально фраз к выступлению Светланы Алексеевны и Марии Владимировны. Мы очень рады, что у нас прошла эта конференция, а то мы уже последнее время привыкли все в бан и в бан. Там один семинар, другой семинар. Мы уже стали с некоторой опаской вообще смотреть на это, сколько еще раз мы будем ходить в бан, пока наконец кто-то придет к нам. Поэтому мы, в общем, действительно очень счастливы и горды, что смогли провести, благодаря стараниям наших молодых коллег, такую конференцию. И я со своей стороны, как заведующая аспирантурой этого института, могу сказать, что у нас во всех отделах не хватает кадров. Все просят дополнительные места в аспирантуру, потому что нет молодых, которые занимаются теми или иными областями литературы и видения. Нам это, наверное, точно не грозит. Молодые у нас есть. У нас, может быть, мест нет, а молодые у нас точно есть. Нам осталось только Екатерину Игоревну переманить. Тут единственная, по-моему, присутствующая, кто занимается не древнерусской литературой и фольклором, переманить к нам, чтобы она тоже занялась какими-нибудь сюжетами в своих изысканиях и разысканиях древнерусской литературой. Но что касается строгости, с которой, может быть, кто-то как-то подумал, мы относимся, так это не строгость, это любовь. Да, мы совсем к вам с любовью и только очень надеемся, что какая-то строгость или какие-то вопросы, может быть, замечания вам помогут в дальнейшей работе избежать ошибок. Мы тоже ошибались, к нам тоже были строги. Поверьте, поверьте, это было всегда, да, было непросто, да, мы отчаивались, но не прекращали работать, и поэтому вам также дерзать и дальше трудиться. Спасибо. Что же, кому бы еще передать микрофон? Да, коллеги, участники, кто-нибудь. Алексей, да. Довершим молодежность нашей конференции. Ну, я, может быть, еще на правах, так сказать, участника домашних чтений, тоже бывших, ну, то есть прошедших тогда. Вообще, ну, довольно много молодежных конференций я наблюдал, участвовал, и многие из них как бы во что-то превращались в такое более-менее регулярное. И, ну, может быть, я бы только хотел пожелать этой конференции стать действительно чем-то тоже регулярным, с каким-то новым запалом, с новой традицией, потому что традиция – это всегда что-то, что не просто то, что давно было, но это еще и что-то новое, что прирастает. И, может быть, сегодня тоже что-то приросло. Сегодня и вчера. И вот хочу нам этого пожелать. Спасибо организаторам, конечно. Я хочу продолжить эту мысль, что да, мы ведь действительно приросли к традиции, потому что конференция эта длится уже очень много лет. И последний раз, четыре или даже уже, наверное, пять лет назад, я помню, что я, Татьяна Николаевна, Никита Васильевич, мы были докладчиками. И еще тогда я подумала, а вот как было бы здорово, как было бы классно провести. Ну, я хочу сказать, что да, было классно. Спасибо, коллеги. Очень хорошо было собраться. Насколько сильно обновился состав за эти четыре года, насколько разные темы. Очень приятно было на это все посмотреть. А, я еще здесь вставлю организационную ремарку, что с докладчиками мы не прощаемся, завтра еще будут экскурсии. Посмотрите, пожалуйста, в чат. Можно прийти, можно привезти с собой друга. Мы еще, значит, пройдем по Пушкинскому дому и познакомимся с увлекательными его локациями. Вот так вот. Я хочу поблагодарить всех докладчиков, особенно тех, кто добрался к нам издалека, потому что география впечатляющая. Вот, Милене Всеволодовне, я могу только ответить, что... Но мы не ожидали, что она будет настолько всероссийской и с иностранным участником. Кто же мог загадывать, и что вообще все пройдет, что кто-то придет, кроме нас. Не знаю. Готовились к худшему. Но получилось, на мой вкус, очень хорошо. Хочу поблагодарить тех, кто приходил слушать. Тех, кто приходил, значит, как-то кусать докладчиков. Да, я хочу отметить, что среди докладчиков нет ни одного человека с кандидатской степенью. Мы все, значит, маленькие... Да, 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 это был один из критериев отбора. То есть мы все маленькие котята, но смотрите, какие молодцы. А вот когда защитим, все будет еще лучше. Вот. Да, я хочу поблагодарить всех, кто задавал вопросы. Я хочу поблагодарить организаторов, тех, кто вел секции. И особенно большое спасибо я хочу сказать тем, чья работа была фактически не видна. Это Елена Дмитриевна, это Арина, которые бегали с чайниками, чтобы у нас была возможность попить чаю. Все, кто там двигал столы, раскладывал печеньки, спасибо, спасибо большое. Без вас наша конференция не была бы вот такой. Я надеюсь, что все попробуют наклеить татушечки. Смотрите, смотрите, у меня есть и наклеечки. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.